Все, выходные пролетели. Едем опять продолжать упражнение с Нивой. Вован красавчик, сделал генератор на мечте, ничего не светится. Зарядочка четкая, ремень не пищит, натянул. Такая натяжка пластиночками, кто знает. Шкив становится уже. Короче, Вован был в шоке от этой натяжки. Взял руль, взял диодный мост. Сейчас будем продолжать. Давайте, кому стартер-генератор починить быстро, качественно, по адекватной цене. Это Квове, вот его контакты. А тут он находится где-то, Нива на месте не украли. Всем рекомендую, не пожалеете. Говорит, пошли, я покажу, как подготовился к ремонту твоего генератора. А ну, покажи. Чтобы я в обморок не упал, хера себе. Вован, я такого порядка тут не видел с одних открытий. И мой генератор один, одинешенек. Так тут теперь можно рядом стоять. Смотри, ты можешь теперь работать. Подожди, я подвину. А я могу рядом стоять. Зачем ты меня тут можешь? Чтобы зрители видели, как ты красиво работаешь, и ехали чинить генераторы к тебе. Нет, давай с Нивой закончим. Потому что сейчас, как люди попрут, то, блин, мы ее никогда не доделаем. Хороший мостик. Ставь, ставь. А что ты там шкрябаешь? Контакты защищаешь? Нет, поддиодным мостом должен быть. Хороший контакт? Да, минус хороший. Сборочка, сборочка, сборочка. Вован, вован, вован. Сейчас на проверку идем, да? Уже близко проверка? И каждую гаечку притирает. Блин, так к моему генератору, ну ты ко всем так нежно относишься, в принципе. С любовью. Тут не нежность, тут если нема контакта, придется опять второй раз разбирать. Зарядочку привез, тоже есть у нас продажа, кому хорошая, по адекватной цене. Там до 20 ампер. Да стоят там разные, а там пиража зависит. Тут до тысячи есть, и больше тысяч. Зарядить надо аккумулятора все. Тоже вован проверяет, тестирует, засаживает. Так, сейчас будем красить, какую-то краску взял, сказали лучше. Сейчас будем красить, продолжать корпус переднего редуктора. Так, пока я там покрасил чуть-чуть, цвет получше, получше красочка. Вован уже генератор, я три раза не успел дунуть. Генератор уже практически готов. Ох, вован, блин, ответственный момент сейчас, я переживаю. Вдруг это не мост. А какой там не мост, вован, дело знает, лампа не светится. Да, давай меряем. Ха-ха-ха, как в книжке, 14 вольт, четко. Вот это, блин, 90 амперный, я говорю, у нас генератор на Ниве. Ты прикинь, когда эту Ниву сделали, 90 ампер, даже на Майбахе не было тогда, генератора. Да, ну что ты смеешься, я тебе точно говорю. А так, сейчас будет то, что надо. Тут у нас проблема еще одна небольшая. Открывается? Ёханны бабайло, уже в машине. Думаешь, уплотнитель? И правда, похоже на него. Уплотнитель, наверное, все-таки. Короче, кто знает, напишите, ёлки, какая лужа жесткая. Ну что, кронштейн? А там что залитого? А, тут влезет дрель сверлить. Антифриз, конечно, ты что? Немецкий, оригинальный. Чего? Ну, сольем чуть-чуть, а что там, баночку подставим. Смотри, как карбюраторчик отрегули, без подсосов. Так, шпильки надо выкрутить с передней крышки, чтобы поставить. Новый кронштейн красивый. Под новый генератор. Главный по Кэмри в Украине приехал. Ефимович. Ефимович, какая самая лучшая машина в мире? Нива. Вот это неожиданный ответ был, ты понял? А Кэмри идет после Нивы сразу? Двадцатка, да? Нет, худший, да. Двадцатка? Нет, а вот какая-то хорошая машина. Ефимович, это ваша первая Toyota? Да, Toyota Vista. Лучше, чем Кэмри? Конечно. Праворукая, я не пускал только в Японии. Только в Японии? Да. Японские автомобили для Японии самые, по качеству, по АТК, самые классные. Понял? Так а что с ней? Что с ней? Ничего, надо трубу вывести на реке и ехать на соревнованиях. Так давайте, будет первая нормальная движуха первого-второго. Ну что, Вован, скажешь? Получается? Тут у всех, ну, внимания какого. А, там вообще нету? Слышь, мы же не от той машины или неправильно ставим? Правильно же вроде, правильно? По-другому не поставишь. По-другому не поставишь. Короче. Надо, где болтики, ты говорил? Надо вот эти болтики длиннее. Ну есть, я взял, сейчас дам. Влад давал, сказал, что длина правильная, чуть длиннее, чем родные. Там где-то шпильки, где-то болты. Ручная была сборка двигателя. Сразу видно. Аж не верится, сейчас будет генератор нормальный. В правильном месте. Ефимович, так перестали честь отдавать на эти номера? Уже перестали. Уже перестали, а то лет пять отдавали, да? Да. Первых. Видели номера у Ефимовича? Когда видят, сразу остановили, сдалека номера не видят. Только увидели, раз, и машут, проезжай. Да, были такие машины когда-то. Счастливого пути желают, да? Желали. Да. Это был прорыв на то время. Да и сейчас машина в порядке. Вован уже сверлит блок. А нет, пилит блок. Там надо... Смотрел я в Ютубе. Надо немножко приливчик убрать, чтобы кронштейн прилежал плотно. Главное, лишнее написано, сказали не снять. Дал Ефимович сверло, метчики. Там сейчас надо будет еще сверлить отверстие в блоке и... Резать резьбу. Примерочка. В приливке блока сверлить. Отверстие нарезать резьбу. Там бы шпильку, конечно, лучше закрутить в блоке. По-правильному. Значит, что отверстие не совсем суперраивает. Да? Да нет, это же заводское. Ты что, это? Креатив гараж. Рекламу им давайте сделаем. Креатив гараж. Бьете в гугл. И заходите на сайт. Там у них очень много по Ниве. Очень много чего будем брать, показывать. Это первые детали корпуса редуктора и кронштейн генератора. Гидроусилителя. С погодой нам повезло. 20 градусов, комфортно. Чуть закончилась эта 30 градусная, 32 градусная жара. Вот он крепится впереди. Что там, не попадает? Куда? Ну, сейчас все эти затянули. Ого, слышишь? Что-то не то. Слышишь? Так и тут, где прилив не совпадает. Далеко, а? Так сейчас дождь помоет. Да номер я показал. Чтобы вас теперь узнавать будут во всем мире по этому номеру. Да. Что-то я не понял ничего. А ну давай, сейчас отдельно снимем. Отправлю ребятам. А, подожди. А, и на этот не совпадает. На верхний не прилегает. Так, и что нам надо сделать теперь? Что-то вообще как-то... Так, подожди. Здесь некуда рассверливать. Нет. Вот эти. А, вот те рассверливать. Блин, ну это мне не нравится, конечно. Ну ладно, сейчас сброшу видео, пусть что-то скажут. Ты и едь, я устал уже на ней ездить. Я уже нагонялся. Ты, тем более, с новым после ТО карбюратора ты еще не катался. Здесь лужа, мимо. Тоже лужа? Откуда здесь? Да ладно, то такое. Подожди, я дверь закрою, чтобы я не укачала. Стой, 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 стой. А что это за звук? Что, сцепление ты выжимаешь? Сцепление сломалось, думаешь. Надо в болотах хочет, уже видно. Какие-то странные звуки. Блин, новая машина еще только. Только первые метры прошла уже. Уже что-то ей хреново. А, уже звуков меньше. Притрется сейчас. Еще, еще можно. Да все починилось нормально. Так, спидометр. Трос пошла замена. А ну. Подписчик прислал Олег. Спасибо ему огромное. Сейчас мы приложим. Подожди, давай. Вот он. А ну, прикладывай. Порван трос, да? Блин. Причина в нем. Так сейчас можем скорость померять. Пойдет 180 или нет? А ну. Колесики наши. А, сказка. Что, а ну? Слышишь, теперь же главное щиток прибора. Он просто падает хорошо. Колонка рулевая его держит. Так бы он падал на колени. Новый руль. Кнопки, правда, нет. У тебя нет кнопки от руля? От спортивного сигнала. Тут бы пыль протереть в ОВАН. Или это не обязательно? Не по-моему. Да не, я на щитке имею в виду. Защелки. Защелки я видел, но там до тех защелок непонятно. Может, сначала вверх надо, а потом вниз? Или вряд ли так? Как они на конвейере ее собирали? Ты прикинь, это сколько сил уходило на каждую. Мне кажется, торпеда не была так деформирована за истекший период сразу у них. Блин, главное, не нарушь герметичность салона. В ОВАН, он пострадала рука. Дай руку покажу. Пострадала рука, упал капот на руку. Работает. Не знаю, про него как-то покрутил. Хрен его знает. Это надо какого-то специалиста. Так, и печку. Кнопку в ОВАН нашел. Но, говорит, кнопка не хочет работать. Вези предохранители. Новые, в смысле. Блок предохранителей. Тут не работает. Не, печка не заработала. Что-то видно еще там не хватает. Хотя напрямую замыкали. Работала. Мотор новый я купил. Кто помнит эти далекие серии, начало сериала. Не. Наверное. Что-то где-то еще. Ладно, тут такое не страшно. Главное, вот генератор наш тут. Отправил видео. Дмитрий говорит, что там шесть вариантов блоков. Поэтому кронштейн может не совпадать. Нам как вариант его поставить. Говорит, блоки сверлить не надо. То есть, ну, это видно у нас какой-то блок особенный. Ну, это с Ижевского пирожка 2001 или 2006 года он. Вот этот блок я купил у ребят тут в Дарнице. Что там такое уже? Спидометр, говорит, не становится. Вот, наверное, Дмитрий звонит. Вова Доржуна говорит, нет ни одной детали, чтобы поставилась. Просто взяла и стала. Вы думаете, мы поставили трос спидометра? Где он? Короче, трос спидометра должен тут выступать. Сам трос. Вот как здесь хотя бы. А он что-то внутри. Короче, трос не поставили. Сейчас поеду за другим. Короче, и тут даже то, что в тюнинге. Ну, Дмитрий говорит, что разные блоки надо, короче. Берите, подгоняйте. Берите, подгоняйте. И все. Короче, сейчас. Так, я поехал за спидометром, за предохранителями, за гайками на колеса. Что еще взять, скажи. Сразу. Что-то еще, короче. А, прокладку редуктора лежит на столе уже неделю. Блин, я забываю ее. Тоже. Докрашил, кстати, редуктор? Нет, сейчас редуктор подкрашу и поеду. Редуктор, краска. Получше, чем та, что была. Ну, сохнет. Тоже так себе. Короче, Рив, Вован уже тюнинг проводит. А, смотри, тут крайние, видишь, прорезаны. А здесь, говорит, короче, рассверливаем отверстия вот эти. Чтобы сдвинуть. А что нам надо сдвинуть? Сдвинуть кронштейн. То что, ты пометил сверлить уже или что? Да. Ну да, и сдвинем. Сдвинем, и вот это тогда совпадет. Нам главное это. А здесь, здесь просто подложить надо будет. В общем, сейчас все покажем. Я поехал пока за запчастями. Ну, Вана, говорит, ни одна деталь не стала сама. Даже то, что новая не становится. И то, что в тюнинге не становится. Короче, ничего не становится так. Это такая Нива, наверное, слышишь? Может, нестандартная Нива у меня просто. Проблемы не в деталях, понял? Подожди, тут и большое, такое не надо. Там же под шесть, ты шо? Больше восьми не сверли. Не, ну так это, восемь, восемь, больше не сверли. Блин, я тебя боюсь. Ветнулся тут я за запчастями. Тут чего не хватает. Блин, прокладку поломал по воротам. Взял тросспидометра другой, новый. Крышки на... Крышки, крышки, крышки на передний редуктор. Что-то еще взял, в общем. Там уже Вован, может, кронштейн доработал. Там, правда, к нему машина должна была приехать на ремонт. Стартера или генератора. Контакты Вована. Напоминаю еще раз, да, кто-то приехал. Смотрите, что он творит. Я пока тут отъехал на 40 минут. Генератор уже... Уже патрубок подрезан. Генератор уже на месте. Вот это человек работает. Перевернул просто? А, то он неправильно стоял, наверное, да? Там, получается, тут стояло длиннее, там короче. А, ты перевернул? Еще можно подрезать и еще дальше. Еще сдвинется. Так, ремень на торпеде вон. Накидывать? А, тот снять. А, нельзя два генератора? Или тот пусть стоит как запасной? Ну, он утонет, правда, раньше. Да и ремня не хватит. Не-не, чтобы тот был просто, понял, когда порвался, допустим, здесь, или вышел из строя, раз на тот накинул, на тот умрет быстрее просто. Проводку же на себе. Да нет, то я же так. Ну, блин, вот это ты, конечно, на износ работаешь. Я еще его поставил. И Opel уже починил? А что с Opel? Да? Короче, Александр Стаханов, понял, который Алексей? Прогульщик просто, пацанин, с тобой был. Ну, я уплотнитель взял, смотри. Модный какой-то, Балаковский. У которых уже нету из последних запасов. Так надо там то крепление? Ну, надо, сказал. Три точки. То надо, вот это. У вас сколько точек? А, тут уже и близко оно почти. Сколько у вас точек сейчас? Там раз, два, три, четыре болта на М6 и один на М8. Ну, так надо и себе поставить. Я, кажется, буду на отрыв. На отрыв, да. Да, да, да. Ну, Вован, блин, нельзя вообще отъезжать от тебя ни на минуту. Чего? Так что, я пока отъехал, все стоит уже. Так что стоит, что же не крутится? Да закрутится, не крутится. Вон ремень лежит. 1450 ремень. Вот так вот, а что же вы думали? А не кем-то размер? Ну, 1450 на 10. Откуда ты знаешь, что такой? Знаю. А мы сейчас на пяти, да? В Ютубе посмотрю. Да, причем, да, кем-то. Да, причем, да, кем-то. Не просверли. Блин, перенос генератора тяжелое это дело. Ван примотал изоленты, чтобы видеть, сколько можно, до изоленты можно сверлить. Нарезать надо снять опять блоки. Прямо двойной шпил будет. Там снизу и сверху поставлю. Сейчас, понял? Что, да, еще надо. Так, Вован уже шпильку закрутил, я даже не успел камеру включить. Кручная подгонка. Так, все, теперь все в обратном порядке. Как-то оно, блин, может туда шайбу подложить? А, визуально видно, что он не застегнул. Скривлен, да? Не, оно начало гайкой подтягивать. А, там же надо шайбу. А ты шайбу не положил? Между этими. Да, да, он же говорил, надо шайбу подложить. Ну, так ты не с ним по телефону разогласил? Не, там же зазор был. Ты что, не помнишь, что там расстояние было большое? Я забыл тебе сказать. Не, там просто же это. Там же расстояние между блоком и кронштейном большое. Блин, надо зари да зари Вован с этим генератором. Тяжелый процесс. А, ну дай, слайд, дай я ближе. Патрубок в сторону. И что получается? Нормально? Ну, если чуть-чуть. Подложить на шайбу вот. Как-то их туда надо там чем-то отогнуть. Друзья, а где? Тут не тожить, но вот. Вот болты под него. На. Там два, наверное, надо, да? Ну, там есть, вон, четыре я взял. Слушай, капот закроется, как пинтус. Будем дырку вырезать, если не закроется. Та не, ну вот же, высоко, смотри. Этот. Огинь. Гровер там не вынял. Тяжелый процесс это. Ну, по специальности же, выезжая, работа сегодня у тебя. Генератор, как ты любишь. Да, с самого утра. Та не с самого, что ты начинаешь. С 12 идешь. Уже солнце высоко было. Опа. Технологии. Что, короткие эти взял? Нет, там мешает болт. Тут, что прижимает. Вижу, вижу. Болт мешает, гайки. Болт изнутри надо. Там еще одну, типа, можно, да. Здесь, это уже, типа, в любом положении. Ты, может, тут накинь сразу, или? Там больше нет, чтобы совпадало. Нет, чтобы совпадало. Так ты накинь генератор, может, совпадет. Да. А, подожди, теперь ремень давай накинем. Накидывай ремень. Ремень большой? Да не, ну, сказали этот. Надурили. Большой, да? Ну, или в другое место перекручивать его куда-то. А, можно там переставить его, да? Все равно. Все равно большой? Все равно длинный. Ремень длинный все равно? Насчитываться можно, да? Да, да, да. Не, еще же можно перекинуть, Вован, еще можно перекинуть. Короче, Ефимович разрешил проникнуть в логово. Ремень маленький. Ну, тут какие-то куча ящиков, куча ремней. Мы уже найдем, конечно, все короче. Тысяча триста где-то нам надо приблизительно. Это мало, тысяча. Это все мало. Мало-мало. Короче, вот этот единственный шанс. А ну, Вован! Вован! Вот этот, может. Какой-то со станка токарного, наверное. А нет. Есть размер. Смотрим. Тысяча двести шестьдесят, вроде. Или это я не то смотрю. Ну, это самый длинный. Это единственный шанс, который может подойти. Остальное все. Тут вон, немного ремней. Ну, это все. А вот еще. А вот еще ремни. Ну, тут. А, это все. Все ручейковые. Тут гора ремней. Все ручейковые. Тут гора ремней где-то я копал. Только что, короче. Все ручейковые. Вот тут ящик нашел с клиновидными. Ну, сейчас вот этот померяем. Посмотри, может, вот этот подойдет. Мало? Тысяча двести шестьдесят. Накинем, может, или нет? Тысячу триста десять. Ну, так коротко. Что неправильно? Его надо, смотри. Знаешь, скорее всего, он, наверное, натяжитель гидроусилитера. Вот две скобы. Не, гидроусилитель. Вот две скобы. И натяжитель? Ну, вон там две. Смотри, в любом случае, гидроусилитель вот натягивается. Я понял, хорошо. Да, смотри. Ну. Видишь, где сейчас стоит? Плечатка. Вот прямо на это самое. Куда? Что-то здесь будет. Вот так, да? Нет, они так. Вам так не делается. У тебя проблема будет. Там у вас, конечно, ремней, как это. До пенсии хватит. То, что не все. Так где, может, есть где-то? Немая, так и для ремней матушки. О, вот он план. Где? Давай ремень, может, все-таки правильно. Ну, везде этот размер был, ты понимаешь? На странице, да? Вот. Подожди, на генератор не надо? Нет. Там на коленвал накинул? Да. О, все, вот и на ремень правильный. Хорошо, неправильный. О. Притык. Ну, там можно еще что-то перекинуть, нет? Ну, там тоже ничего не перекинешь. Вот так и затягивать. А, там слышишь, там... Можно затягивать. Да? На одном здесь достаточно. Я не знаю, чем. Там просто под разные варианты. Наверное. И по-другому не будет. Либо доварить ухо и закрутить на нижний. Чтобы более для жесткости было. Ну, или ремень короче взять, нет? Нет. Ремень нельзя короче, потому что здесь... Я, допустим, я бы сделал еще длиннее. Я бы его опустил бы. Еще длиннее? Ну, чтобы не мучиться с вот этим. Там нельзя никуда больше перебросить дальше. Вот на вот эти болты. А ну, перекинь на вот этот болт. Перекинь, и еще планка уйдет дальше. На вот этот, да. О, вот сейчас она уйдет. О, смотри. Не, не, она здесь не становится. А, здесь не становится. Да. Вот это лего. Еще то. Так под другой генератор другой не кастрюль. Не, это же именно под этот генератор. Ну, да. А тот же у тебя то и с той стороны стоит, и там с другой не кастрюль. Да, там, да. Самое простое, честно. Ремень другой. Пармашинский. Да, металло как. У вас варки удлинило еще. Да нет. Что это? Да это же заводской, ты что? Ее, палубки. Я не буду резать ничего. Это же заводской. Это же заводской. Занимаемся глупость, скажи. Да нет, ну это же оригинал. Ты что это, люди делали, старались, вырезали. Мэйден Хмельницкий, ты что, я не допущу. Что, если они увидят, что я такое сделал. Они мне ничего не продадут больше. Ты рекламу делаешь, да? Да, они мне ничего не продадут. Вован, вернись, куда ты Вован не выдержал. Вован ушел, а за кефиром пошел. Что? Слышишь? А вот это, смотри, как по дуге высверлены. Тут можно на два, да, болта? Там один должен быть. Один должен быть? Потому что она должна вот так ходить. А, ну да. Все. Вот эта вторая, верхняя, фиксируется. Я тебе сейчас скажу, какая она должна быть. Вот эта верхняя, один и болт устанавливается. Сейчас скажу, где она стоит. Вот. Вот где она, его место. А вторая, типа, дополнительно, да? А вторая, когда ты уже натянул. Когда натянул, потом. Тогда вот здесь фиксируешь его. Все, я понял. Ну, хватает сейчас ремня? Смотрим, что у нас сейчас получается. У нас получается ерунда. Чего? Ну, отпускаем. А. Во-первых, раз. Так а что? Тут мы подрежем, оденем и все. Ну и нормально. Не подрежешь, сейчас тебе начнет зажимать угол. Да нет, ну. Вот оно оденется, смотри. Вот так отрезаем. Ну. И четко оденется. А ремень как будет? Куда дальше идти? Да не будет оно там, Миши. Ну, вот оно сейчас как одето. Это же по ремню не подходит. Ну, по ремню не подходит. Ну, так чего? А ремень должен быть типа этот, все пишут. Муслан, вот. Вот это правильный. Все, что ты? Что ты? Так что, это короткое тогда? Да. А дальше ее нельзя никак, да? Некуда прикрутить. Вот видите, сейчас стоит. Сейчас у тебя получается. И ремень становится нормальным. Не мешает. И вот тоже не напротив. И запас кузова. Там запас, если ты капот закрываешь, то практически. Да. Металл, а он как это самое. Так что, резать новый кронштейн? Разрезал, приварил и все, удлинил его просто. Вован, что делать? Надо Ефимовича вызывать. У Ефимовича. Иван уже меняет. Новый уплотнитель Балаковский ставит. А! Это толщина, соответственно. Даже толщину нашел? Вон, раз, пластины. Четыре сантиметра удлинил. Все. Блин, ну я не знаю. Что ты не знаешь? Ну, сейчас. И надо Ефимовича вызывать. Я без него на такое не подпишусь. Ефимович! Ну, это правильно, соответственно. Правильно? Ну, смотри. Самый большой плюс, что он в сторону идет, хоть капот не будет удараться. И за ремнем не надо ехать. Да, ну что? Вован, вдруг не подойдет, чтобы не поцарапать его. Аккуратно пользуйся. Кого? Уплотнитель. Ты же к этой машине же ничего не подходит. А с чего это? Это с Нивы, только с более новой. С 213. Там, где фары другие сзади. Тут я взял самый модный, вот с этим буртиком, короче. Балаковский. Оригинал. Лужа же в машине, Вадим, слышишь? Лужа из-за уплотнителя, думаешь? Да. Ну, с фонарей еще, сказали, могут затекать. С задних фонарей. А, на генераторе? А можно крышку? Да. А можно крышку? Слышишь, а крышку, генератор, если провернуть, можно? И что останется? И все нормально будет. У нас вот эта ерунда уйдет сюда. И тогда будет, как она. Крышка останется на место, вы просто заднюю перевернете. А, оно же относительно. Да, передняя там крепится. Да, тут все на передней. Не удался фокус. Все по-разному. Это если провода где-то не доставать будут, то ее можно вертеть там на все 360 градусов. Все, ты нарезать не можешь. Блин, у новой кронштейн. Они мне ничего не продадут больше. Они не увидят. Скажут, скажут, что доработку сделал. Нет, Марислав, это правильно. Да? А, вот он не хватает, да, получается? Да. Да, вот это сейчас вот. Да, да. А, и он ниже уходит и в сторону. Ниже уходит, становится как вот закрывается. Почему-то у тебя ерунда будет. И от трамблера это идет дальше. Вот кусок металла нашли. Хороший, да? Толщина такая же, да? Да, такая же. Огонь вообще. Так это он лежал, лежал много лет. Блин, ну так новые кронштейны тюнингуются по полной программе. А с этого, с этого выпилить надо теперь. Ты хочешь размер найти сразу? Вот он. Не? Не то, да? Не то. Так, а что вырезать? Ну, удлинить, чтобы вот это. Надо сносить. Все, да. Может, она вот здесь. У них у каждого свой кусок. Видишь, как? Я просто, если бы была нормальная была, я этими богатками не пользуюсь. Потому что здесь нужно научить. Да? Что, попадало уже? Да, я уже не в том возрасте. Вован жесткий, не боится ничего. Сегодня ему капотом, капотом пыталась, капот пытался руку Нивовски отрубить, ему ни хера не получилось. Рука крепче капота. А, не, он со шлемом работает. Это может Вадиму шлем дать? Вадим, на, смотри. Смотри, шлем есть. Подожди, он профессионал размечает. Ты же, можно сказать, практически голыми руками выпилил весь УАЗ, правильно? Так, болгаркой. Вадим УАЗ выпилил почти весь. Что, получилось? Ну, там вполне шлифт надо доработать. Горячая только. Горячая? Тяжелая. Тяжелая? Пасочка. Десятки людей уже над этой Нивой работают, чтобы она поехала наконец в Афроуз. Подъезжайте, кто может помочь. 10 баксов, Сварь? Не, за то, что я приварю, за то, что я знаю, как приварить. Так не, это сейчас ставка еще между ними. Это мы удлиняем, сейчас ставка будет. Ванн тюнингует полностью новую деталь. Так, для конструкторов новый кронштейн, новые размеры не хватает. Сколько тут, сантиметров 5, да, надо добавить? Ну, получилось четко. Ну, это, наверное, если машина просто 79-го года, кто будет покупать у вас это, то под 79-й год надо просто длиннее чуть-чуть. Хотя, слышишь, ремень-то правильно получился, да? Ну, тот, что написан ремень. Может, шкивы больше? Шкивы разные. Шкивы разные, может, да. Плоскость. Потом поровняете его. Ну, хорошо. Ну, страшно вообще, кронштейн. Вы знаете, сколько стоит? Это дорогущая деталь. Тем более, самодельный. Где? Какой самодельный? Заводской. Теперь он уже в тюнинге. Заводской с тюнингом. Заводской был. Уже тюнингованный. Уже тюнингованный. Дороже, да. Дороже, да. Намного. Даже в три? В четыре. Думаете, ровная? Иван, думаешь, ровная железа? Я все посопрямую. Да я прихвачу поровняю. Перед на столах. Да, да. Можно поровняю. Что вы там это? У меня еще пару лет, и я тоже так буду. Тоже будешь так выявить? Ефимович голыми руками, без маски, без ничего. Куртку может убрать, чтобы не пропалить. Купим зашелевую. Тем более, это ж полохниматый. А у тебя что, дуговая? У меня такая, такая. А у тебя такая? Ну да, ты же УАЗ сварил полностью, да, сам? Иван уже трос спидометра там ставит. Мне на секунду не останавливается. Ты, я смотри, уже хочешь на оффроуд ехать, да? Нет, просто он тебя избавит. Думаешь, что я ему надоел? Сколько можно по два раза одной тоже делать? Я ни при чем, Вован. Я тебе все новое привожу. Я сегодня уже занимался установкой спидометра. Вторая установка. Люди раз в 20 лет спидометр устанавливают, да? А тут в день по 8 раз. Так, Ефимович уже начал сварку. Сколько видел сварщиков-профессионалов, но чтобы без маски никто починил. Давай, ровняй. Не варит. Так, а что, ровняй. Вадим, ты по уравнениям. Да потом, пора, все, оба. Зачистите, пожалуйста. Это не проблема, не есть проблема. Что у них? Тронштейна, короче. За ремнем мне надо ехать. Ну что, Вован? Надеюсь, этот спидометр заработает. Хочешь, я тебе дам, поездишь со спидометром сегодня, с новым генератором, чтобы только это. Опять, скажи, яму расчехлять. А, шайба, шайба, вот, подожди. Какая-то вот лежит. Гайка еще-то тут все попадала. Падали запчасти. Там еще, кстати, болт лежит в кронштейне. Упал. Болт в кронштейне вот тут лежит еще, вон он. Готово? Я немножко, чтобы он нету стеночки. Слышь, так и не видно даже, что он после тюнинга. Да, да, что там? Помогать? Иду. Иду к тебе. Где ты? Ныряй сюда. Ныряй. Страшно, тут темно, холодно. Смотри, вот оно должно туда вставляться. Ну. Вот тут, как оно туда вставляется? Так а что, как? Вот. А как? И закручивается. Может, это верх или нет? Или это низ? Ну, по-другому не поставишь. Держи, я буду закручивать. Так а что? И что ты хочешь сказать, что не будет работать? Не достало или что? Ну, мне кажется, что нет. Только надо его над траверсой, наверное. Нет, над траверсой его и сломало, поэтому. Так а как? Так его от лава рвет или нет? Ну, подвязать его, но через траверсу его... И выгибает, да? И выгибает, и его сломает. Кардан передней еще надо купить. Кардан, может, у кого-то есть? Звоните. Пришлите хоть что-то. Так. Так а что? А, потом узнаем, работает или нет? Ну, да. Вот так, да, где-то, наверное? Да, знаем. А, подожди, а тут кардан будет идти, так не пойдет. Ладно, короче. Блин, гайки колесные. Много лет ждали. Нью, Италия, оригинал. Ну, под литье. Хорошие, черненькие, красивые. Видимо, еще пять рихтанул коленвал. Что за машина? Сената. 2.0 LTE. Говорят, 2.0 хороший мотор, да? Да. Правда, да? Да. Было 16 соток. 16 соток был кривизна? Да. Все по нолям. Вообще. Новый кронштейн. Прада 4.0? Да. А что, они ломаются? Они же не ломаются. Да, они ломаются. Они не ломаются, если мать. Ну, убивись они. Ого, диаметр, блин, коренной, нихрена себе. Да. Ага, вижу. Что ты видишь? Ну, что, задранная шейка. Теперь же не ломаются. Посмотри, диаметр. Каренныш, ты видел? Что в КамАЗе? По нолям все. Давай, примерим. Готов новый. Тронштейн после тюнинга. Ушла. А навару-то есть? А, болт упал. Есть магнит? Вот сюда надо достать. Вот там болт лежит. Видишь? 2.5. Хороший наваро-мотор? А, вон, шейка. Первая шейка. А что первая? Ну, так. Получилось? Что тут первая на них стучит? Что-то не знаю. Первая, да, это не у всех, да? Да, что-то так. На других это редко. Тут-то... Одна сотка. Там восстановление еще что-то, да? Нет, да, тут почти 0.25-0.5 может быть. Что-что? Блин, тяжелый этот. О, натянулось, да? Не натянется. Все. Все. Получилось. Наконец-то. На трамблер только мне не нравится, что он падает. Наконец-то пришла зима. Падали снежи. Шайба вы. Или там не влезет. А, надо же под низ еще мы не подложили шайбы. Вон. Какие? Ну, там где кронштейн, где выгнуто. Вот там шайба, где шпилька. А, так я хочу... Да, не, оно же ты там прижмешь, и оно сыграет. Он немного его... Не, ну, тюнинганули нормально. Ну, я так не вижу, так прямо. Ну, две шайбы это будут. Две засунул? Давай отогнем еще одну засунем, или не хочешь? Потому что там было... Там зазор приличный был. А, ну, ты понял, ты сейчас придавишь? Я уже... А, отогнул? И две засунул. Ну, тогда хорошая. Ну, сильно не затягивай, подожми чуть-чуть. Да посмотрим. Так, ну, смотрим, короче, что у нас получилось. Значит, тут пришлось, я уже говорил, показывал, подпилить, рассверлить передние... Все четыре ты сверлил, да, отверстия, Вован? Да. Впереди кронштейна. Там два сильно, два меньше. Ну, и дальше вот этот кронштейн удлинили. Там шайбы. Ну, а нижний самый вообще в воздухе. Ну, вот тут. А резьбу нарезали в блоке. Шпильку вставить. Короче, объем... Чтобы установить... Не, ну, уже так мы на финишной прямой. Тут натянется, еще запас есть. Ремень, все-таки, 1450 удалось поставить. Ну, пришлось кронштейн удлинить. Генератор старый, еще не сняли, кстати, на месте. Можно возить, как запасной. Только лучше в багажнике. Так с этой стороны выглядит это все. Ну, все-таки, да, по-видимому, блоки разные. Поэтому такая ситуация у нас. Ну, вроде не сильно старый. 2000, там, 2001 или 2005, или не знаю какого года. Блок из этого сыжевского пирожка. Ребята сказали, что... Те, что продавали мне этот блок. Сто с чем-то тысяч, там, всего, пробегу. 110 или 120. Небольшой. Патрубок, я думаю, просто мы подрежем. И он четко там не должен мешать. Вот так вот он подрежется. И оденется, и будет, как там и был. Вот и все. Типа стоит, да? А посмотреть, как ровно-неровно? А, что-то оно там прыгает. Ну, тут говорил, Вадим, где-то совпадает. Можно еще один. Ну, хотя такой хватает. Ну, иди смотри, ровно-неровно. У тебя же глаз. А, ты натягивать хочешь? Ого, ты взял отвертку. Слушай, так давай сразу этот подрежем и оденем. Тут буквально отрезать полтора-два сантиметра. А, еще бензонасос, блин, разобрали полмашины. Мензонасос еще. Так, а что, ошибка завода, думаете? Конструктора ошиблись? Говорят, теперь правильно. Теперь, да. Целый день от зари до зари установка идет. Идет. Проходит там? Как вы на марке уже, теперь все близко, плотно. Ты видел меня в УАЗике? Что у тебя там? Можно еще человека положить. Да, конечно. Нет? Не, ну у тебя тюнинг там жесткий. На дизельный? Ну, да, в смысле садить. С коробкой. И забыть, да? А раздатку какую? Думаешь, там понижение сразу троечка. Вот так отрезать, вот буквально вот так отрезать, и он как раз четко станет, вот. Понял? Отрезай, он по хомут, как было. А, говорим. Шоссе. Шоссе, шоссе. И, кстати, машина легче будет на вот этот кусок резины. Правда, доварили, утяжелили, но ничего. Ну, так, где-то был. Где-то был, подожди, давай померяем. Да, ты что, как тут и был вообще. В древние времена люди сами это все изобретали. А тут, видишь, заводской пару сварочных швов, и все готово. Точно, какие я десновые тормоза на передок ставил. Тоже сам? А, купил. Заводской, именно эти самые, переходные пластины. И что, и дорабатывал сваркой? Поставил, мало того, что, с неделю промучился, подгонял, что там только не делал. Выехал, два раза, тормозной хорошо, теклассины погнули. Отдал эти пластины, сам разрисовал по чердежам, по размерам. С более толстого? На танковый завод, мы с брони сделали. С брони? Да. А, думаю, что у тебя такая проходимость? Что, заводить? Ну, заведи просто, смотрим, какой-нибудь. Да, ты что? Аж страшно. Не, близко, да, чуть-чуть, наверное? Есть, есть. Надо подрезать еще шланг. Проводку и патрубок еще. Мерили, да? А, ну, смотри. А, бутылка еще. Залазим в капотное пострадание. Да я не влезу в аванту, пока влезем. Ну, что там, видно? Нормально? Да. Хватает места. Все, подрезали, я думаю, хватит тут зазора. Все, перепарковались. Короче, осталось. Проводку сделать. И можно стартовать. И можно стартовать. Что там еще? Руль пока не меняем. Тяжело крутить. Шины тоже позже. Ну, и гидроусилитель. Вот осталось место. Колонку рулевую надо. А что, ты против родной колонки? Я? Родной. Да? У меня с Мерседеса есть. Со 116-го, как у Высоцкого был. Колонка есть. Надо прикладывать, да? Надо смотреть, что там. Ну, да. Кстати, напишите, кто знает, с чего можно поставить с минимальными переделками. С какой модели. Иномарки. БМВ или Мерседеса. В общем, всем пока. До встречи. Что, Вован, скажешь? Устал ты или нет? Измотанный, я смотрю, у тебя вид. Полностью. Полностью. Продолжение следует. Продолжение следует. Спасибо.